какие программы вам могут понадобиться ну естественно вам может понадобиться в первых первую очередь какая программа вам понадобится это из вкладки регистрация программа запись сигналов необходимо закрыть диспетчер 7 так программа запись сигналов что позволяет делать программа запись сигналов она позволяет записывать сигналы на жесткий диск потому что как правило в режиме онлайн очень тяжело быстро все это дело регистрация до вкладка регистрация запись сигналом как правило в режиме онлайн очень тяжело сориентироваться бывает какие там неудобные там что-то делать так далее достаточно просто запустить программу запись сигналов но включить 3 канала 4 можно не включать галочка непрерывная ну в принципе можно тоже оставить да это будет как формате трендов покажу и можно нажать запись то есть запись что она позволяет она позволяет вам записывать сигнал непрерывно показывает сколько доступно когда последний раз записывалась и так дальше и удаление запланировать потому что место много все вот мы пишем значит для того чтобы просмотреть то что мы записали ну вот он показывает куда он пишет вот на этот путь да и в принципе можно зайти принципе можно сюда зайти я вам покажу вот этот путь да мы сюда его заходим вот я вам показываю что здесь происходит принципе здесь сейчас пишутся сигналы вот наши три сигнала каждому сигналу соответствует значит три файла они нумеруют сиг 0 0 1 сиг 0 0 1 сиг 0 0 1 для второго еще три файла и для третьего три файла этот файл общим с нулями ну просто xml да это формат минисит этот сейсмический формат он вас интересовать не должен вас интересует за работу так вот эти сигналы файлы один файл из этой тройки в большой ну видно дал 14 мегабайт это как раз данные которые пишутся в форму в бинарном виде пишутся файл вы то что регистратор передает то попадает файл два остальных файла маленьких это текстовый вид это их описание то есть что за сигнал как называется какая единица измерения так далее в принципе если вам будет нужным потом формат вот этого всего вам предоставим у нас на сайте есть но как правило то не нужно видите они уже обозначаются нашим значком то есть если вы два раза кликаете открывается автоматически программа галерея сигналов который вам покажет вот она вам показывает файл при галочке вот этой непрерывная запись себя создается сразу же часовой ровно по границам часа то есть вот мы сейчас пишем в 1109 создался файл и видно что мы запустили его не в 11 а чуть позже и вот он пишет до такого момента соответственно чтобы посмотреть ну вот они xyz всегда видно что длительность час и вот видно что здесь нет данных и тут нет данных они только здесь есть нажимаем плюсик и вот он нам показывает данные которые вот сейчас мы пишем вот они идут ну они будто бы хоп они будут добавляться как далее вот эти данные это уже записанные данные их можно обрабатывать по ним можно составлять отчеты их можно смотреть их можно воспроизводить то есть если мы данные записали один раз но нам надо что-то обмерить мы потом запустим программу воспроизведения выберем эту директорию будем сколько угодно раз прогонять и мерить если нужно вот можно посмотреть все три все файлы то не все ну друг наложились там что-то ну видно да не вот я их перед самая у них к ним добавляется кусочек который не был дописан вот то что она обновляет данные она уже пишется перед все то есть это вот так можно посмотреть здесь можно их скопировать картинку куда-то красиво ставить и так далее как еще их можно посмотреть если данных и так далее чтобы их можно чтобы их можно было посмотреть используется программа просмотр трендов тоже из вкладки регистрации сколько мы пишем в непрерывном формате мы имеем право использовать тренд мы их запускаем подключаемся к нашему локальному компьютеру поскольку пишем мы на нем не где-то в другом месте а на нем данные хранятся поэтому локальным нажимаем подключить сканер да соответственно вот тренды пососканировали все сигналы все сигналы которые здесь есть но реально нам вот эти все сигналы не нужны которые были раньше нам нужны только вот эти три сигналчика да то что это был у кого-то мы обучались что-то писали поэтому ну у вас на чистом компьютере будут только ваш сигнал но если даже есть чужие мы заходим выбор сигналов выделяем control а все и убираем из списка выбранных ищем наши добавили их до zx и нажали применить все теперь он нам показывает 5 декабря от 15 до 16 но кто-то смотрел вчера 5 декабря 15 до 16 поэтому чтобы посмотреть нашим просто ну либо время начинаем задавать ну самое просто это выбрать и последний час и вот мы видим как за последний час вот вот последний час и вот мутыл включили запись можно включить режим разделения на графике вот каждую ось посмотреть огня мы идем önce но он просто показал максимально дата мне не по осям а просто максимально не это все три графика если вот сюда приглядеться вот вот можно вытаскать график приближать колесиком control это быстро приближение такое плавно и по игре то же самое. Ну, видите, да, их несколько. Он их накладывает. Ну, как правило, когда они одного величины, ну, их тяжело так смотреть. Поэтому мы предлагаем либо режим сейсмограммы. В чем он заключается? В том, что для всех сигналов выбирается определенный масштаб, равный вот этой величине. И если я вот здесь по Y начну его изменять, видите, у меня теперь вот этой штуке соответствует 0,5 же, а теперь 0,2. И они соответствуют. Ну, опять же, да, вот. Вот. Были выбросы какие-то. И режим разделения на графике есть. Соответственно, он тоже показывает. Сетка и так далее. Здесь пишется статистика. То есть, вот по выбранному диапазону он показывает среднее значение, он около нуля и размах. То есть, вот этого. Но это чисто для статистики. Соответственно, есть горизонтальные, вертикальные курсоры. Ну, померить время, там, вот отсюда до сюда. Есть горизонтальные курсоры, но они работают только вот в режиме стандартного. Соответственно, если вы хотите посмотреть только ось X, например, отключаем Z и Y, и, ну, например, вот так приблизились и вот так что-то взяли. Вот этот пик нас интересует. Раз. Вот померили. И мы можем вот в правой кнопке информация посмотреть временной интервал, текущий, и расстояние между курсорами. Между вертикальными 123 секунды, между горизонтальными 0,055G. Это работа, как бы, в режиме обработки сигналов. То есть, ну, это уже постобработка, когда вы записали и смотрите. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ. Продолжение следует...